Северная или Южная? Южная. Сеул или Ташкент? Сеул. Куйлюк или Сергили? Сергили, не знаю. Кимпап или плов? Плов. Кукси или окрошка? Кукси. Сэм Янг или Чинсон? Чинсон. Тэмин или Кай? Кай. Дарам или сериал? Сериалы. Тикток или Инстаграм? Инстаграм. Деньги или любовь? Любовь. Кавер или авторская? Авторская. Стикеры или гифки? Стикеры. Традиция или современность? Современность. Фонограмма или живой голос? Конечно, живой голос. Голос или песни? Песни. Оппа или воспоминания? Оппа. Лепешки или Чимпини? Лепешки. Трамп или Путин? Путин. Готова ли честно отвечать на все вопросы? Да. Сколько тебе лет? 25. Кто по гороскопу? Дева. Какой ты национальности? Кореянка. Какой примен ты выбрала на Санди? Ну, вроде бы как потругала крупы и взяла нитку, ручку, по-моему, все. И ножницы, кажется. Кем мечтала стать в детстве? Певицей. Ты сейчас с кем-то встречаешься? Ну, можно сказать, свободно. В какой школе училась? В 182 и в Успенке. Какие у тебя есть награды? Награды. Много разных наград. Ну, последний, наверное, от Ютуба. Серебряная кнопка. Завидовала чужому успеху? Ну, что, прям чужому успеху нет. Скорее всего, восхищалась. Ты звезда? Нет. Веришь в Бога? Да. Самые лучшие воспоминания из детства? Наверное, даже не знаю, столько просто воспоминаний хороших. Наверное, когда я проводила время у дедушки дома, мне очень нравилось там. А самое неприятное? Самое неприятное? Ну, помню, мне снились какие-то такие неприятные сны, я потом долго не могла их забыть, мне было как-то так очень крипово. Сталкивалась с национализмом? Не могу сказать, что сталкивалась с национализмом здесь. Ну, иногда бывали какие-то детские шутки в школе, но это быстро заканчивалось. Твой муж должен быть корейцем? Ну, дедушка говорил, что у меня должен быть муж кореец, но мне без разницы. Главное, чтобы был человек хороший, но почему-то мне все равно нравятся больше азиаты. Работаешь? Работаю блогером, ну, в ютубе работаю, да. Где учишься? Учусь в Корейском национальном университете искусств на факультете актерского мастерства. Ты сама себя обеспечиваешь? Да, и стипендия. Сколько тратишь денег в месяц? Смотря где. Если в Корее, то где-то около тысячи, а если, например, нахожусь здесь, где-то 400-500, наверное. Сколько зарабатываешь? Зарабатываю. Ну, у меня просто как... Все равно моя основная работа – это студент. Я сейчас магистрат, поэтому у нас там такая жесткая учеба, я не могу прям так усердно работать. У нас просто большая стипендия, где-то около 800 долларов. И еще то, что я зарабатываю с ютуба и с разных мероприятий. Всегда по-разному, не могу назвать точную цифру. Ты из богатой семьи? Нет, из средней. У тебя есть продюсер? Продюсера нет. Сама себе продюсер. Сколько авторских песен у тебя есть? Авторских песен, на самом деле, очень много, но которые написала я и которые я выпустила – две. Сколько потратила на съемку клипа? На съемку клипа, вот недавнего клипа. Я очень благодарна своей команде и людям, которые работали просто на творческом энтузиазме, поэтому очень мало, около тысячи долларов, наверное. Поешь под фонограмму? Раньше приходилось, да. У тебя есть машина? Машина только семейная, общая. Какой у тебя телефон? У меня айфон Pro Max. На каком языке думаешь? На русском, но когда нахожусь в Корее долгое время – на корейском. Скажи что-нибудь на узбекском. На узбекском? Узбекча Азгин Абламен. Любимое место в Ташкенте? Наверное, ну, Сквер мне нравится. Очень красивый там. Назови пару исполнителей нашей эстрады. Знаю. Райхон, Юлдус Исманова, Шопзода. Я вообще многих знаю. Лучший певец или певица из Аладина? Из Аладина? Оу. Даже не знаю. Ну, наверное, из тех, кого я знаю, это Сардор Милана и есть один блогер Нила Мания. Она раньше тоже была в Аладине. Вот. А остальных, если честно, я не знаю, что с ним произошло. Почему кей-поп так популярен? Я думаю, что каждому времени как бы всё равно свой приходится какой-то такой тренд. Раньше там многие очень любили турецкую музыку, именно турецкие сериалы. Сейчас очень популярен кей-поп и дорамы. И мне кажется, потому что песни очень зажигательные, люди классно танцуют и все красивые поэтому. Насколько ты ревнивая? Ну, наверное, адекватно ревнивая, но иногда могу быть, конечно, и сильно ревнивой. Не знаю. Аборт — это преступление? Мне кажется, что в некоторых случаях нет, когда, например, девушку, может, она подверглась насилию, или когда, например, ребёнок нежелаемый. Вот. Наверное, нет в таких случаях. Как относишься к ЛГБТ-сообществу? Вообще отлично. Нормально. Веришь в дружбу между парнем и девушкой? Да. Много у тебя друзей, которых ты держишь во френд-зоне? Нет, не так уж много. Я обычно сразу решаю этот вопрос на месте. Пробовала сигареты? Сигареты... Когда-то в детстве, но я не могу курить сигареты. Употребляла наркотики? Нет, никогда. Умеешь готовить? Ну, рамёнчик могу сварить. Ты красивая? Ну, да, нормальная. Какой у тебя есть комплекс? Комплекс, наверное, то, что у меня немного большие щёки. Материшься? Да, бывает, но в определённом только обществе каком-то. Часто врёшь? Бывает по мелочам, да. Ты сплетница? Все мы сплетницы, девчонки, мальчишки. Бывает. Как тебя хейтят? Меня хейтят... Ну, многие не верят, что я кореянка. Думают, что я просто кашу под кореянку, так как сейчас очень популярно. Вот такие поп-дорамы. Поэтому хейтят меня. Говорят, что я казашка, узбечка, которая притворяется кореянкой, взяла корейскую фамилию. Но на самом деле это не так. Вот. Так меня в основном хейтят. Что скажешь своим хейтерам? Хейтерам? Ну, я, наверное, скажу им, что я всё равно вас всех люблю, уважаю. Самое главное, найдите своё занятие, тогда у вас будет меньше времени на хейт. Есть фейковые аккаунты? Нет. Насколько ты оцениваешь свою красоту от 1 до 10? Не знаю, ну где-то на 8, наверное. С милым рай в шалаше? Нет. Если парень напишет в директ, ты ему ответишь? Просто очень много сообщений в директ. Я могу и не увидеть, но навряд ли отвечу. Как можно познакомиться с тобой? Да, в любом месте. Если увидите, подходите, знакомьтесь, фотографируйтесь. Мне вообще без разницы. Делала пластику лица или тела? Нет. О чём мечтаешь? Мечтаю. Вообще, с детства у меня есть мечта открыть приют для бездомных животных. Очень хочу. Но, наверное, сейчас хочу больше самореализоваться. Расскажи маленький секрет о себе. Маленький секрет? Я с детства не люблю свежие помидоры и постоянно их выковыриваю из салата и не кушаю. А зато ем маринованные и солёные. Ну, это очень странная какая-то вещь. Ты принцесса? Да.